Здравствуйте! Вы снова на канале Виктория Каррера и я рада, что вы ко мне заглянули в гости. Сегодняшнее видео я хочу посвятить своим фаворитам по уходу за кожей рук. Я хочу начать вот с этого продукта. Это один из моих фаворитов. Вы видите, какая красивая упаковка у этого крема для рук. Крем для рук производителя Jumalon. Наверное, многим вам известен этот производитель, потому что духи их очень популярны. Но кроме духов, также в этом бренде вы можете найти и различные средства по уходу за телом, и в том числе кремы для рук. Этот крем мне достался в подарок. Спасибо, Ольга, тебе огромное. Этот крем обладает тем же ароматом, что и одни из моих любимых духов этой марки. Запах листьев черной смородины. Я просто очень люблю этот запах. И, собственно, этот крем тоже обладает очень сильным, интенсивным этим же запахом парфюмированным. Почему я его, в общем-то, и не всегда использую? Потому что запах очень сильный. И если я пользуюсь какими-то другими духами, конечно, этим кремом не могу пользоваться. Этот крем увлажняющий, смягчающий кожу рук. Делает ее бархатной, мягкой, нежной, увлажненной, ухоженной. И содержит витамин Е. По структуре свой крем очень интересен. Он такой, я не могу сказать, что он совсем жидкий, но он и не очень плотный. Позволяет быстро увлажнить и напитать кожу рук. И кожа рук становится очень-очень нежной. Ну и при этом еще удивительный аромат. Номер один в моих фаворитах – это крем для рук Джо Малон. Следующий фаворит, который я для себя нашла – это производитель Нюкс. И крем называется «Медовая мечта» «Айф Думьель». Крем, уже из названия понятно, что крем во своей основе содержит мед, ценные масла и витамин Е. Крем тоже такой, достаточно плотной структуры. Наверное, чуть плотнее даже, чем у Джо Малон крема. Ну, запах напоминает в первую очередь запах меда, конечно. Но не сильно такой насыщенный. Очень нежный, приятный аромат. Приятная одушка у этого крема. И тоже очень легко распределяется по руке. Очень быстро смягчает, очень быстро увлажняет кожу. И кожа становится необыкновенно бархатной. И долго сохраняется вот этот эффект на руках. И для меня важно, чтобы крем быстро впитывался и не оставлял вот это ощущение пленки. Я очень много перепробовала кремов для рук. Очень много, очень разных, дорогих, недорогих. Но вот сегодня те кремы, которые я вам показываю, это мои фавориты, которые я очень люблю. И которые я знаю, что я могу купить какую-то из этих марок. И буду довольна. Может быть, вы поделитесь под видео своими находками, своими кремами. И я буду вам за это благодарна. Потому что среди кремов для рук мне не так-то просто и легко найти тот крем, который будет отвечать всем моим требованиям. Следующая позиция. Номер три – это крем Невея для рук. Я, кстати, его совершенно недавно обнаружила. Раньше я не видела в продаже Невея именно бренд «Крем для рук». И вот недавно я его попробовала. Крем содержит в своем составе масло, миндальное масло. Крем достаточно такой легкой текстуры. И запах у этого крема, понятно, как и все кремы Невея. Если вам этот запах нравится, можете смело этот крем покупать. И вы останетесь довольны. Крем по текстуре. Он немножко более такой, мне кажется, насыщенный, более питательный, чем предыдущие два. Чем Nuxe и чем Jomaon кремы. И очень тоже мне понравилось, как этот крем работает на моей коже. И сейчас вы все будете смеяться, потому что я вам покажу своего фаворита всех времен и народов. Я, когда этот крем недавно увидела опять в продаже, я была очень счастлива, потому что этот крем еще и тянется из моего детства. Моя мама этим кремом очень любила пользоваться. И это для меня запах детства. Но, как ни странно, оказалось, что этот крем для рук вообще просто для меня волшебный. Итак, внимание, тадам! Кто помнит такой красивый крем для рук? Абсолютно логотип, этикетка у этого крема не поменялась. Кто, может быть, помнит эти кремы? Но в далекие советские времена эти кремы продавались в стеклянных флаконах. Сейчас флакон поменялся, флакон пластиковый, можно найти флаконы с дозатором. Но вот эта рука, которая была на кремах еще 100-100 лет назад, так и осталась. Этот крем производства Николаевской фабрики. Основной компонент этого крема глицерин. Крем создан на основе глицерина и высокоэффективных липофильных компонентов. Но вот я для себя сделала открытие, потому что все остальные кремы, которые в своем составе содержат глицерин, именно эти кремы дают мне эффект пленки на руках, и что мне не нравится, в принципе. И первое место я отдаю этому крему. Он недорогой, он имеет специфический запах. То есть, если вы не готовы мириться с этим запахом, то, наверное, он вам не подойдет. Но особое значение я отвожу запахом. То есть, вот здесь для меня этот запах, он как-то не важен, наверное, или, может быть, он мне не раздражает. Мне нравится эффект тот, который дает этот крем моей коже. И, если вы заметили, он уносит название «жидкий крем для рук». Раньше, в советские времена, он был во флаконе. И действительно, он практически выливался из флакона. По консистенции он более легкий, чем все остальные кремы. Быстрее наносится, быстрее впитывается. И действительно, оставляет кожу нежной, мягкой, бархатной. Долгое время. Чем пахнет, даже не могу вам сказать, не могу вам передать. Но запах очень интересный. То есть, вот мои четыре фаворита. Их еще раз вам показываю. Джо Малон. Нюкс. Медовая мечта. Невея. И Николаевский крем для рук. Та-дам! На этом я заканчиваю свой небольшой видеообзор кремов для рук. Я вам желаю всего самого хорошего. Будьте здоровы, будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале. Кому нравятся мои видео, нажимайте, пожалуйста, ставьте лайк под видео. Внизу слева у вас на экране, от меня слева, от вас справа. Внизу есть индикатор, где вы можете подписаться на мой канал, нажав эту кнопочку. И обязательно нажмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых моих видео. А я вам желаю всего самого хорошего, мои дорогие. И скоро увидимся опять на моем канале.